Героиня нашего сюжета Жаль, что камера не может передать ей красоты этой картины, выполненные из гальки и ракушек. Это булгары. На работу у Анны ушло 4 месяца. Я счастливый человек. Я вот каждое утро просыпаюсь и думаю, как же хорошо, что у меня есть любимая работа, у меня есть... у меня прекрасные родители, у меня растет прекрасный сын, и мне безумно повезло с моим свекром и свекровью, отлично на меня с ними над отношениями, это еще мои родители новые, как бы такая другая сторона. И меня реально окружает только очень хорошие люди, потому что, видимо, плохие отсеиваются как-то интуитивно. Анна делится своим мастерством с теми, кто хочет научиться всем азам мозаичного искусства. И сейчас у нее есть ученицы, которые вместе с ней делают вот такие шедевры. У нас в Казани нет школы мозаики, вот, и для меня это прям огромное такое достижение, что я ее нашла, что я этим занимаюсь, вот. И что самое главное, Аня не жадничает своими знаниями, она нам все рассказывает, все дает, всем делится. Это тоже прям, ну, такой настоящий учитель. Сейчас Анна начала работать над иконой Божьей Матери. Выполнена она будет также из гальки. И в этом тоже есть особый смысл. Ее можно потрогать, понимаете, вот, если она уже будет готова, мы же обычно приходим там в храм, люди хотят как-то прикоснуться, а им запрещают это делать. А тут уже можно прям вот прям и погладить, ничего не будет. Вот, и это все затерется, и будет прям на века вот эта картина, которая будет служить, наверное, несколько тысяч лет. И это мне греет душу, потому что моя работа, получается, там, не умрет вместе со мной, а останется после меня. Кроме работы в мозаичной мастерской, Анна занимается дизайном, и это ей тоже очень нравится. В выборе деятельности в нашей героине есть главный критерий. Она должна приносить удовольствие. Тогда жизнь будет наполнена счастьем, считает Анна. Я нисколько не боюсь конкуренции. Я знаю, как долго она делается. Это не машина, которая штампует это все там за один день. Это реально творчество. А это дорого стоит, туда вкладываешь душу. И я хочу это популяризировать. А как это сделать? Я считаю, что надо просто влюбить людей в это искусство. Тогда оно станет популярным. Поэтому я с удовольствием буду обучать абсолютно всех, кто этого захочет научиться. Счастьем обязательно нужно делиться с теми, кто появляется в нашей жизни. Будьте счастливы!